Привет! Меня зовут Владислав Назаров. Вы смотрите Наш Универ. Сегодня в программе чемпионка, студентка, скалолазка, секреты успеха от Анны Цыгановой. Живое кино, экспрессивное рисование, музыка и десерт. Идем в кинотворческую мастерскую. Студенческим отрядам СФУ 10 лет. Вспомним, как все начиналось. Обычно люди лезут на стену не от хорошей жизни. Анна Цыганова делает это каждый день по собственному желанию и забралась уже так высоко, что стала чемпионкой мира по скалолазанию. О чем еще мечтает спортсменка, расскажем в следующем сюжете. За плечами этой девушки не одна покоренная вершина, как в жизни, так и в спорте. Ведь Анна Цыганова чемпионка мира по скалолазанию. Досье. Анна Цыганова. В спорте с 4 лет. 6 лет посвятила спортивной гимнастике. В 11 поняла, что ей подвластны горные вершины. На скалодром привел папа, мастер спорта по альпинизму. Анна – специалист по дизайну архитектурной среды. Магистрант Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Свободное время любит проводить на столбах, изучает йогу, в планах побывать в Индии, чтобы овладеть этой древнейшей оздоровительной практикой. Обожает итальянскую пиццу, но из-за строгой спортивной диеты может побаловать себя только кофе. Жизненная кредо – любить то, что делаешь. Накануне соревнований каждый вечер Анне проводит на скалодроме. Перед тренировкой сначала разогревает мышцы, затем проверяет экипировку. Веревка должна быть правильно завязана, а карабин зафиксирован. И только после этого можно продемонстрировать свою ловкость, скорость и выносливость на трассе. Под присмотром своего наставника Анна тренируется уже многие годы. Даже опытным спортсменам никогда не помешает совет профессионала, как лучше пройти трассу и распределить свою нагрузку на день. Она думает не только о том, как физическую форму набрать, она думает о правильном подходе, о правильном настрое. Она думает о том, как правильно организовать свое питание, о том, как правильно организовать отдых. И думает о том, как правильно уметь расслабляться. Это тоже важно. Шесть лет назад мы встречались с Саней в нашем универе, и тогда она поделилась с нами своей мечтой. Не знаю, чемпионат мира в трудности скорее. Но это очень тяжело, это почти нереально. Стремиться можно. Сейчас Аня выступает в квалификации как на трудность, так и на скорость. И совсем недавно она приблизилась к своей мечте. Стала чемпионкой мира по скалолазанию среди женщин в дисциплине скорость. Соревнования проходили в Париже, на том самом стадионе, где в 2012 году Аня была очень далека от призовых мест. Ник Джо Вер на правой. Она победила в мире чемпионат мира. И это три World Cup wins в разном. И это краткий старт. Если она не совершает ошибки, то... Этот чемпионат мира, наверное, он стал таким ключевым моментом в моей карьере, потому что, возможно, эти 4 года я долго вынашивал эту идею. Заранее проживала все эмоции, все опыты, которые могу получить от этого старта и результат уже сделал себя сам, наверное. В финальном забеге Аня побила мировой рекорд, улучшив его на 0,01 секунды, но так как трасса не была сертифицирована, рекорд не засчитали. Однако Аня не расстраивается и остается верна своей мечте. Впереди ее ждет много новых трасс и спортивных побед. Идеальный вечер – это просмотр любимого фильма или сериала. А не хотели бы вы оказаться по ту сторону экрана? Кинотворческая мастерская в нашем универе давала такой шанс всем желающим. Если вы не смогли им воспользоваться, смотрите наш сюжет. Вы любите кино? Люди, которые пришли сегодня в кинотворческую мастерскую, очень даже. И эта зеленка за моей спиной далеко не единственная площадка на сегодня. Здесь лебят из глины, рисуют по ткани и брызгают краски на стену. Давайте посмотрим. Вторая по счету творческая мастерская приобрела новые форматы «Особый лоск», а ее площадки стали шире и интереснее. Но и тема для встречи выбрана не случайно, ведь 2016 год российского кино. Мы решили сделать это для того, чтобы объединить людей, которые не варятся в творчестве, которые никак не касаются этого всего, чтобы они собрались в одном месте и попробовали сделать что-то интересное. Главной творческой площадкой в этот вечер руководил человек, который специально приехал из другого города, чтобы порадовать новыми идеями и заразить всех своей вовлеченностью в кино. Сегодня мы снимали кинокатину под названием «Святой отец». Это боевик в духе 90-х, такой с Жанглотом Ван Дамом или с Чаком Норрисом. Людям вроде бы понравилось. Энтузиазма особого не было, приходилось ходить всех, брать за шкирку и приводить. Но я думаю, людям все равно понравилось, тем, кто участвовал в этом. Они не ожидали такое увидеть. Теперь они будут актерами в одном из фильмов. Никому не нужным, конечно. Помимо площадки живого кино, в мастерской хватало мест, где можно было разжиться эмоциями и интересным опытом. Длинная посуда? Конечно. Рисование значков и стикеров? Да. А вот и достойный конкурент площадки с живыми съемками. Здесь каждый мог погрузиться в экспрессивное творчество американского художника, лидера абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока. Мы здесь создаем некий перформанс, такой арт-объект, на котором располагаются черно-белые эмоции, звезд и не только звезд. И мы их покрываем просто брызгами своих эмоций, разными красками, и все в этом роде, своими отпечатками пальцев, даже некоторые лица. А пройти мимо площадки, где учили искусству батика, было просто невозможно. Здесь рисовали всем, что способно оставлять свет на шелке. Картина создавалась усилиями многих и впоследствии заняла свое почетное место. Фишка в том, что здесь можно использовать помимо красок различные материалы, например, как спирт, соль, которые впитывают, создают очень интересные эффекты, узоры, расплывчатости. Вот, это, мне кажется, такая психологическая разгрузка, это очень интересно. И, ну, ты погружаешься когда в эту работу, потом как бы всплываешь совсем по-другому. Ну а вишенкой на торте, кинотворческой мастерской, стали музыкальные эксперименты, игра на гитаре и фортепиано. Был и настоящий торт. Вечером остались довольны все, включая тех, кто попал на него совершенно случайно. На самом деле шел мимо, увидел тут какой-то свет, и меня он привлек. Я подумал, что здесь какое-то тайство, какой-то обряд проходит, теннис. Вот, и решил посмотреть, что происходит. Тортиком вот накормили меня. Подводя итог, скажем, творите, придумывайте и делитесь своим творчеством с другими. Уже 10 лет студенты Сибирского Федерального в свободное от учебы время возводят дома, строят мосты и прокладывают дороги. А заодно и украшают свои фирменные бойцовки новыми нашивками и значками. Как отмечали юбилейный день бойца, расскажем далее. Штаб студенческих отрядов Сибирского Федерального в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Событие действительно масштабное. Праздничный вечер объединил более 500 бойцов, руководство Университета Краевого Штаба, друзей и гостей. Здесь и новички, и ветераны движения, ведь строя отрядов совбывших не бывает. В этот день вспоминали самые значимые моменты 10-летней истории строя отрядов. Аплодировали творческим выступлением талантливых бойцов и, конечно же, награждали лучшие отряды прошедшего трудового сезона. Третье место досталось строительному отряду Север. На ступень выше поднялись строительный отряд Просвет и сервисный отряд Ширайн Корпорейшн. Ну а победителем оказался промоотряд Сибирские Белки. Бойцы студенческих отрядов в нашем универе люди уважаемые. В честь юбилея и награда соответствующая – благодарственные письма и знамя КСО СФУ, врученная специально в честь юбилея. А в качестве бонуса прошла масштабная лотерея и награждение финалистов конкурса видеоприглашений. КСО – это большая и дружная семья, в которой всегда готовы научить и протянуть руку помощи. Так чего же вы ждете? 27 ноября – Ачинск. 3-4 декабря – Красноярск. Стоп! Снято! Новый Фарватер 2016. Лучшие люди. Лучшие кадры. Это наше кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Будь с нами, занимайся спортом. Всем ЗОЖ! Беги за мной! Всем ЗОЖ! На этом все. И я напоминаю, что в любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.rf, а также приглашаю нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». До встречи в нашем универе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok